Самая популярная хэви-металлическая группа во всем мире. Группа, построившая свой успех на бескомпромиссном видении и понимании того, что такое музыка, и на зверской преданности своих поклонников. Наша четверка была обыкновенной группой любителей тяжелой музыки, которые собрались вместе и начали играть. Вы сами могли спокойно оказаться на нашем месте. Их поклонники настолько бескомпромиссны и настолько им преданы, что это можно сравнить с каким-то религиозным обожанием. Они Led Zeppelin своего поколения. Для Металлики тяжелый рок всегда означал то, что надо быть тяжелым и на сцене, и вне ее. Мы ведем настоящий рок-н-ролльный образ жизни, по максимуму. Знаете, какой бы счет нам ни выставляли, это всегда того стоило. Наша жизнь в гастролях — это рок-н-ролл во всей его красе. Про их пьянки ходили легенды, и рок-журналисты прозвали эту группу... Я своей башкой абсолютно ни о чем не думал. И когда мы второй раз приезжали в какой-нибудь город, бойпренды и папаши всех этих девушек, очень хотели меня найти. Среди всей этой неразберихи, граничащей с беспределом Металлика, получила свою долю лишений и трагических событий. Автокатастрофа, смерть, сломанные руки, ожоги — все эти события стали для нас испытанием на прочность. Их крепко потрепала жуткая катастрофа, связанная с пиротехническим зарядом. Джеймс Хэттл был похож на факел в руке спортсмена, поднимающегося по лестнице, чтобы зажечь олимпийский огонь. Они отказались сдаваться, когда автобусная авария унесла жизнь басиста Клиффа Бёртона. Я оглянулся по сторонам и увидел ноги Клиффа, которые торчали прямо из-под автобуса. Для вершения всего они установили стандарт настоящего, бескомпромиссного хэви-металлического владычества. Мы всегда относились к тому, что мы делаем честно и эгоистично. Мне думается, что эти два момента всегда двигали Металлику вперед. Честность и эгоизм. Мы всегда играли для себя. Сегодня мы расскажем вам о настоящей андеграундной сенсации, ставшей одной из наиболее влиятельных сил в истории тяжелого рока — Металлика, по ту сторону музыки. Без чьей-либо помощи из группы, играющей в гараже, Металлика превратилась в настоящий феномен, выступающий на стадионах. К тому моменту, как они стали снимать видеоклипы и их синглы зазвучали по радио, группа уже высекла огромную зарубку в камне истории хэви-метала. MTV еще ничего про них не знала, а они уже собирали целые стадионы. На радио нас не крутили, MTV вообще про нас определенно не знали. Никто не хотел нам помогать, мы выступали только вживую. И играли, пока не падали от усталости. Музыка Металлики наполнена безжалостными образами подросткового гнева, самоубийств, наркоманией, людского сумасшествия и политического насилия. В своих песнях группа обращается к закрепным темам и рассказывает о них в бунтарском духе настоящего рок-н-ролла. Драка и мордобой могут иметь как положительный, так и отрицательный эффект. У нас лучше всего получался отрицательный. В основе успеха Металлики лежит единство и коллективные усилия всех четырех ее отдельных личностей. Мы росли вместе, у нас практически родственные отношения. Мы как братья, которые иногда дерутся, но всегда любят друг друга. Джеймсом Хэтфилдом прошла половина моей жизни, и я и он испытываем друг к другу огромное уважение, хотя никто из нас никогда вслух этого не скажет. Они до сих пор очень близки, у них очень много общего, а Металлика — это как их ребенок. Джеймс, я бы назвал Джеймса созидательной и движущей силой. Весь товар, готовящийся к выпуску, на котором будет стоять штамп Металлика, должен отвечать стандартам Джеймса Хэтфилда. Каждый из нас выставляет на общий стол какое-то свое угощение. Но что же касается пунктов контракта или улаживания каких-то бизнес-вопросов, в таких делах мы во всем полагаемся на Ларса. Ларс решает многие организационные вопросы, и музыкальные также. Джейсон вырос в крупную концертную фигуру, на концертах он великолепен, он постоянно с фанатами, сам ищет, кому бы еще автограф дать. Он первый, кто рискнул подойти ко мне и сказать, что у меня что-то не получается. Кирк — это такой слегка ненормальный и эксцентричный, вольный казак. Кирк Хэммитс — духовный, верующий человек. Единственный способ сохранить группу, в которой играют четверо таких совершенно разных людей, это дать каждому из них возможность делать то, что они хотят, и выделить для каждого свое персональное пространство. С самого первого дня мы знали, что эта группа будет нашей жизнью, и невзирая ни на что, мы будем стараться сохранить эту группу. Джеймс Хэдхилд родился в 1963 году в городе Дауни, штат Калифорния, и воспитывался в крайне религиозной христианской семье. Родители Хэдхилда были членами секции Christian Science, и развелись, когда Джеймс был совсем маленький. Когда Джеймс был еще в подростковом возрасте, его мать умерла от рака. Врачи больницы — это для нас было как табу. Запрет, нельзя ни в коем случае. Бог поможет тебе, и ты исцелишься. Я все это слушал, но чувствовал, что все это как бы не до конца правильно. В школе поначалу проблем не было, но потом начались уроки, где рассказывают про здоровье. И на этих уроках мне просто приходилось вставать и уходить. Дома меня учили, что тело — это просто оболочка, оно не нужно. Главное — это душа, и все такое. Так что я уходил с таких уроков и слышал, как другие дети шушукаются про меня за моей спиной. Вот тогда-то я и начал отдаляться от людей, еще в детстве. Из всех моих знакомых Джеймс был самый большой интроверт. Он очень мало говорил. Когда мы встречались, он просто говорил «привет» и все. Потом сразу брал гитару и начинал что-нибудь играть. В том же 1963 году на другом конце земного шара в семье профессионального датского теннисиста родился Ларс Ульрих. В какое-то время Ларса серьезно готовили к тому, чтобы он пошел по стопам отца. Дело в том, что тогда в Дании я был кем-то. Я был в десятке лучших теннисистов среди ребят моего возраста. А когда я переехал в США в 80-м году, то я не входил даже в десятку лучших теннисистов того квартала, где я жил. Поначалу он все время играл на воображаемой гитаре. Брал в руки швабру и играл на ней как на гитаре. Или на своей теннисной ракетке. Ракетка ведь еще даже лучше подходит для такой воображаемой гитарной игры. Кроме тенниса, моим хобби всегда были барабаны. Но где-то в конце 1979 года наступила пора новой волны британского хэви-метала. Iron Maiden, Death Leopard, Motorhead, Tigre Pantanga, Diamond Head, Angel Witch и так далее. Это было новое мероощущение, которое пришло от Motorhead. Рок-н-ролл — это стиль, который должен дать вам бешеное веселье и вселить вас в бунтарский дух, без всякой видимой на то причины. Это музыка, которой вы боретесь со своими родителями. Джеймс и Ларс познакомились в Лос-Анджелесе в 81-м году. Их слила вместе судьба и объявление в местном музыкальном рекламном вестнике. В рубрике «Хэви-метал» было всего две фамилии — моя и его. Ларсовская установка состояла из барабанов, которые все были разного цвета. Тарелка была всего одна, и когда он по ней ударял, она тут же отваливалась. Он наконец-то расположился и начал примерно вот так. Я спрашиваю у Джеймса, а ты уверен, что он вообще раньше за барабанами сидел? В недостаток музыкальных способностей Ларс слегка восполнял своими обширными связями в металлическом мире. У Ларса был приятель, который продюсировал виниловые сборники местных металлических групп. Ларс позвонил мне и спросил, слушай, а если я соберу металлическую группу, мы сможем записаться на таком сборнике? Я говорю, да конечно, можешь не сомневаться, без проблем. Ларс действительно застолбил себе место на этом диске, но только группы у него еще не было. Поэтому, так как я очень хотел присутствовать на этой пластинке, из-за определенной жадности, я подумал и сказал им, ну ладно, давай играть вместе. Так мы и зацепились. Итак, группа зарезервировала себе место на готовящейся к выходу пластинки. И вскоре у металлики появился второй гитарист, которого звали Дэйв Мастейн. Я пришел к ним, подключил гитару, начал разыгрываться, а они сидели в соседней комнате. Потом я к ним заглянул и говорю, ну что, давайте попробуем. Они говорят, все, мы тебя берем. Да, думаю, как все просто оказалось. В 81-м году фанатичное звучание гитарного тандема металлики, это была настоящая лобовая атака на Лос-Анджелесскую глэм-сцену. Мы не хотели играть то, что играли они. У них была какая-то женоподобная музыка, такая, чтобы девочек заклеить, а мы хотели нашей музыкой править миром. Если вы пришли на наш концерт, чтобы посмотреть на спандексы и на высокие прически, вы ошиблись. Мы не ваша группа. Эти слова стали чем-то типа нашего боевого крика. Лос-Анджелеские клубы отнеслись к металлике очень апатично, но такая реакция лишь подстегнула музыкантов и заставила их играть еще более агрессивно. Это помогло нам выработать наш стиль, нам нужно было привлечь к себе внимание, поэтому пришлось играть быстрее и громче. Смысл нашего существования заключался в гитарах, звук которых сотрясает весь мир и в пьянках. Зимой 81-го года, благодаря знакомству с редактором журнала Металмания, Металлика дает концерт в городе, ставшем столицей нового металлического движения. Все хотели, чтобы у них была самая раздражающая, самая громкая, самая страшная для родителей, самая тяжелая и быстрая музыка. Весь этот жесткий, резкий, искаженный гитарный звук, это было что-то совершенно новое. Главное, что всем этот звук нравился. Он как-то так приятно щекотал и одновременно вызывал желание у подростков запустить камнем в окно. Одним из поклонников такого звука был гитарист группы Exodus Kirk Hammett. Я просто глазам своим не верил. Группа оригинальная, тяжелее и быстрее, чем они я в жизни еще не видел. К тому времени, как Металлика вернулась обратно в Лос-Анджелес, напряжение внутри коллекива выросло еще больше. Дэйв Мастейн все больше увлекался алкоголем и становился совершенно неуправляем. У Рона и Дэйва всегда были стычки, ну и Рону в конце концов все это надоело. Вскоре Рон ушел, и Металлика принялась искать себе нового басиста. Ларс сообщил мне, что они ищут себе нового басиста, и заодно спросил, не знаю ли я случаем кого-нибудь. Я посоветовал им заглянуть в клуб Трубадур и послушать группу Травма. Сказал, что группа довольно интересная и басист очень неплохой, может он вам подойдет. Когда я первый раз увидел выступление Клиффа, сразу понял, что ничего подобного я еще не встречал. Как он мотал головой во время игры, это было что-то совершенно невероятное. Когда я первый раз увидел, реакция была такая, господи, боже мой. Мужики, вы только посмотрите, что он вытворяет. На следующее утро после концерта он встал и схватился за шею. Черт возьми, говорит, что у меня с шеей. Болит, трещит и не сгибается. Я смеюсь и отвечаю, ты еще спрашиваешь. Ты всю ночь с головой тряскаю бесноватой. Удивительно, как она вообще у тебя не отвалилась. Он улыбается. Мы уговаривали его полгода. Наконец он согласился, но выставил одно обязательное условие. Если мы хотим, чтобы он играл в нашей группе, Металлика должна переехать из Лос-Анджелеса в Северную Калифорнию. Лос-Анджелес, говно город. Переехать? Да никаких проблем. Лос-Анджелес был с нами крайне неприветлив. Весной 1983 года Металлика переезжает в Сан-Франциско и снимает небольшой дом на окраине города в районе Эль-Черрито. Это было довольно тяжелое время для группы, но зато в плане музыки, которая играла Металлика, ребята попали по адресу. Мы вытащили из дома всю мебель, пригласили человек 50 наших приятелей-металистов, врубили веном и разнесли все внутри в дребезги. Времена были просто ух, в клуб заходишь и сразу орешь. Металл рулит, или глядите, у этого чувака волос эмилированный, он глэммер, мочи его, он сука-урод кис и мольт-ли-крю слушает. Мы иногда сдирались с ребят майки, если на них было написано название групп, которые нам не нравились. Ребята, у которых на джинсовках сзади была пришита наклейка Металлика, во время выступления разогревающей команды вставали перед сценой, поворачивались к сцене спиной и делали козу. А мы начинали гордиться тем, что у нас уже есть свои преданные только нам фанаты. Это наши ребята, круто! Далее в программе. Тяжелые дни тяжелого рока в Нью-Йорке. Денег вообще не было. Весь обед, кусок колбасы и лист салата. И все. Это называлось обед бомжа. Кусок колбасы и лист салата. У них не было денег даже на пару ламтей белого хлеба. Трагическая катастрофа, чуть было не лишившая группы их успешной карьеры. Я услышал, как все кричат. Все, кроме Клиффа. Затем будущее Металлики чуть было не сгорает в столбе пламени. Бум! Столб разноцветного огня вспыхивает прямо подо мной. Его кожа покрывается пузырями, как у героя фильма «Ядовитый мститель». А программа «По ту сторону музыки» продолжается. В 83-м году Металлика переезжает в Сан-Франциско, чтобы объединить свои усилия с гениальным эксцентричным басистом Клиффом Бёртоном. В то время, благодаря повальному обмену магнитофонными кассетами с записью металлических групп, фанаты тут же узнавали о появлении новой хэви-металлической группы. Группе было достаточно дать всего один концерт, и уже через пару месяцев она становилась известной во всем мире, и все из-за копирования кассет с ее демозаписи. Когда Ларс занялся распространением демозаписи Металлики сборника из семи песен под названием «Жизнь начинается с косухи», группа тут же превратилась в андеграундную сенсацию. У них появилось огромное количество последователей еще до того, как они записали первый диск. В конце концов, демозапись Металлики попала в руки Джона и Марш из Азу, владельцев Нью-Йоркского музыкального магазина «Рок-н-рольный рай». Этот магазин Кире Барахонка был столицей металлического движения на восточном побережье США. Металлика стала ответом на молитвы американской молодежи. Они стали первой настоящей металлической группой, которая прославила Америку. Они стали группой, вокруг которой сплотились американские металисты. Джонни Зи предложил Металлике заключить с ним контракт на запись альбомов и сказал, что может стать их менеджером. В общем, мы приехали в Нью-Йорк и встретились с этим мужиком, который дал нам 75 долларов на то, чтобы приехать с западного побережья на восточное. Будем знакомы, мы Металлика. Очень приятно, я Джонни Зи. И тут же мы подозвали Джонни, поближе и говорим, «Джонни, видите, парень стоит? Это Дэйв Мастейн. Мы хотим выкинуть его из группы на следующей неделе». «Ну дела», — говорит Джонни. Когда мы напивались, то все они становились просто придурковатыми, а я злым и угрюмым. А злобные и придурковатые, когда напиваются, в общем, им вместе нельзя находиться. Они прибыли на восточное побережье голодными и с конкретной целью. Мы хотели помочь им с карьерой, с концертной деятельностью. Но в финансовом плане мы им, конечно, серьезно помочь не могли. А ведь им нужно было репетировать, нужно было где-то играть, и мы стали думать, что же нам делать. А у Антракса была в Квинсе репетиционная точка, готовое место. Мы нашли им комнату в доме, который назывался «Дом музыки в Квинсе», в местечке, которая называлась «Ямайка». По сегодняшним меркам, это здание годилось бы только для наркопритона. Для нас это место было уже роскошью, потому что денег не было, и мы вообще не могли ничего снять. У нас была печка, гриль и крохотный холодильник на четверых. В удачный день нам удавалось поесть в местном Макдональдсе, а в неудачный... Это называлось «Обед бомжа», обыкновенный кусок колбасы и лист салата. У них не было даже денег на пару ломтей белого хлеба. Спали мы на одеялах из нашего фургончика. В общем, как-то утром мы проснулись и зашли в комнату, где спал Дэйв. Растолкали его, он перевернулся, протер глаза и спросил, «Что случилось, ребята?» Глаза открываю, они стоят надо мной и говорят, «Ты с нами больше не играешь, до свидания». Я говорю, что, без всяких предупреждений даже второй шанс не дадите? Наш знаменитый диалог, «Все, Дэйв, прощай, ты в нашей группе больше не играешь». И он говорит, «А это самое, во сколько у меня самолет?» «Нет, говорим, Дэйв, следующие четыре дня ты проведешь в междугороднем автобусе Грей Хаунд, и автобус твой отходит через 45 минут. Так что давай ноги в руки, собирай манатки и на автовокзал, пока ты еще толком не понял, что с тобой произошло». Вот и все прощание было. Сразу после того, как Дэйв был посажен в автобус в Нью-Йорк на прослушивание, прибыл гитарист Кирк Хэммит. Я зашел, а они все спят, смотрю на часы шесть вечера. И они только просыпаться начали, думаю, нормально, настоящие рок-н-ролльщики. Первая песня, с которой мы начали пробы, была «Seek and Destroy». Кирк выдал соло, и мы поняли, что с ним у нас проблем не будет, все будет нормально. Потом мы записали в студию альбом. С того момента я решил, что, видимо, в группу меня взяли. В запись «Kill Em All» мы вложили все наши силы и средства. Я считаю, что у нас получился отличный классический диск. Вот, наш дебютный альбом. Мы записали его на фирме Megaforce Records. Он называется «Убей их всех». Ну, кто хочет диск? Металлический андеграунд в разных странах восторженно принял альбом медалики «Kill Em All». Объем продаж достиг отметки в 300 тысяч экземпляров. Большую часть 83-го года группа давала концерты в Европе и Америке, рекламировала дебютный альбом и увеличивала число своих поклонников. Они жили, спали и дышали металлом. И молодежь, их поклонники, делали то же самое. Мы очень гордились, что мы четверка самых обыкновенных парней в обычной уличной одежде, которые выходят на сцену и начинают сжимовать. А почему мы должны меняться, когда мы выходим на сцену? Мы не собираемся корчить из себя какую-то супер-пупер знаменитость. Мы остаемся сами собой. Выходим и делаем то, что мы должны делать. Мы и в будущем будем вести себя именно так. Далее, смертельная авария, которая потрясла группу до самого основания. Виск тормозов, а потом все начинает вертеться вокруг, как белье в сушилке. Затем взрыв, который чуть ли не разнес в плочи будущее металлики. Сразу мелькнула мысль, боже мой, все, конец, нашей группы больше нет. И, наконец, монреальский кошмар. Люди стали врываться в помещение концертного зала и крушить все на своем пути, переворачивать полицейские машины и поджигать все внутри. Программа «По ту сторону музыки» продолжается. В 84-м году в лице металлики новая металлическая сцена Америки нашла своего чемпиона. Второй альбом группы Ride the Lightning, выпущенный фирмой Электро, быстро достиг золотого статуса. Вся эта шумиха, поднятая вокруг металлики, идеально работала на Электро. В звукозаписывающей фирме даже думать ни о чем не надо было. Следовало просто выпустить диск, и благодаря слухам молодежь тут же стала бы его покупать. Так оно и получилось. Пробеззастенчивое злоупотребление алкогольными напитками музыкантами металлики во время гастролей начали ходить легенды, поэтому рок-журналисты прозвали эту группу «Алкоголика». «Алкоголика» — абсолютно справедливое прозвище. Главным образом все это переросло в любовь к водке. Они никогда не были группой, употребляющей наркотики, они не... В общем, это была американская группа, которая ловила кайф от алкоголя. Тянулись мы в это дело, полюбили после ужина попить Ягермастера, хотя, выпив этого напитка, как правило, становишься жутко агрессивным. Выпьешь — и уже не человек. Стены втыкаешься, одежду в себя сбрасываешь. Это совершенно смертельная штуковина. В баре залезаешь на стойку и ссышь с нее, и тому подобное. Бывало, что из ресторанов пьяным выкидывали. Это просто уже стиль жизни такой становится. Бить, крушить, ломать, мочить. Знаете, какой бы счет нам ни выставляли, это всегда того стоило. Наша жизнь в гастролях — это рок-н-ролл во всей его красе. Такой жесткий бесноватый стиль дорожной жизни Металлики совершенно не тормозил развитие группы. И вот весной 1986 года коллектив выпускает свой третий альбом — «Master of Puppets». Ни единый сингл с этого альбома не звучал по радио. Ни на одну песню не был снят клип. Но диск разошелся тиражом один миллион экземпляров. Металлика провела полугодовое турне с Ози Осборном. После этого турне Металлика уже никогда не будет выступать в качестве разогревающей группы. Из-за них мне приходилось отрабатывать каждый свой доллар. Каждый вечер, когда они входили на сцену, толпа просто с ума по ним сходила. Выступать после них было очень непросто. В этом турне Металлика пустилась, как говорится, во все классические рок-н-рольные тяжкие. Когда тебе 22, то, естественно, ты желаешь страхаться, бухать и заниматься всеми этими рок-н-рольными безумствами, о которых ты столько слышал и читал. И вдруг, вот они, прямо перед твоим носом. После концерта мы шли прямиком в душ, а там уже вся душевая забита девушками. Что может быть лучше? Да, такое бывало. Чувихи в душевой, восемь тёлок, моюки до с ног до головы. Не самые плохие ощущения. Таких турне у тебя появляется какое-то чувство неуязвимости. На полном серьёзе, ты в компании с такими ребятами начинаешь чувствовать себя просто суперменом. Едешь в автобусе и ничего и никого не боишься. Однако вскоре вся эта бешеная гонка Металлики в одно мгновение резко закончится. И финал будет самым катастрофическим. 27 сентября 1986 года группа ехала на автобусе из Стокгольма в Копенгаген. В этом европейском турне у нас был совершенно отвратительный автобус. Как мы сейчас знаем, тот автобус был совершенно не предназначен для таких целей. Там были обычные окна, как в пассажирском автобусе. Спальные места, типа нары, были просто прикручены болтами к стенкам над окнами. Чуть ранее, тем же вечером, Кирк и Клифф решили подружески решить спор, где кому ложиться на ночь. Настали колоду карт и стали тянуть. Первая карта, которую вытащил Клифф, это был Ту Спик. Клифф посмотрел на меня и говорит, хочу на твоем месте спать. Я ответил, без проблем, ложись на мою койку, я спереди лягу. Там даже лучше. Позже ночью, уже под утро, я услышал виск колес, почувствовал сильную тряску, и потом началось вот это. Я думал, что мы падаем со скалы. Шофер вывернул руль, чтобы автобус остался на дороге. При этом заднюю часть занесло, она встала вот так и начала подпрыгивать таким вот образом. Виск тормозов, и потом все начинает вертеться вокруг, как белье в сушилке. Я проснулся, потому что меня всего облило горячим кофе из кофеварки. Вот так вот. Автобус лежал на боку. Что сейчас будет? Взорвется автобус или нет? Я выскочил из автобуса и рванул от него подальше. Пробежал метров пятьдесят за семь секунд. Я был в одних трусах и майке, а на улице минус шесть. Я слышал, как все кричат, все, кроме Клиффа. Боже мой, подумал я, тут что-то неладное. Я увидел, как водителя всего просто колотит, он весь трясется. Я оглянулся по сторонам и увидел ноги Клиффа, которые торчали прямо из-под автобуса. Я подбежал к нему, чтобы вытащить его оттуда, разбудить, не зная, что я хотел сделать. А он совершенно не двигался. А водила стал вытаскивать из-под автобуса одеяло рядом с Клиффом. Я заорал, что ты делаешь? Я схватил его за грудки и говорю, не смей у него одеяло забирать. Несмотря на то, что шансов не было никаких, группа все-таки надеялась, что Клиффа удастся каким-нибудь образом спасти. Подъехал небольшой кран, впустил на тросе крюк, зацепили за автобус и стали поднимать. Там еще были люди под автобусом, которые не могли вылезти, но они все были живы. Я не знаю, был ли Клифф на тот момент до сих пор жив, но автобус сорвался с крюка и упал обратно на землю. После этого у меня наступил какой-то шок, и последующие три или четыре часа просто начисто стерлись из моей памяти. Кирк и Джеймс орали на водителя. Что ты сделал? Что ты наделал? Что случилось, говорю? Рассказывай давай, ты пьяный что ли? Он что-то там бла-бла-бла, там, говорит, черный лед на дороге был, не видно его было. И я помню, как прямо в трусах и носках я пошел по дороге искать этот черный лед, потом вернулся и сказал, какой лед? Не было там никакого льда, я был готов убить его, кончить на месте. Ранним субботним утром 27 сентября 1986 года на одной из дорог в Швеции погиб Клифф Бёртон. Ему было 24 года. Его выбросило из окна и раздавило автобусом. Скорее всего, он даже не успел проснуться. И по сей день у меня из головы не выходит мысль, что на его месте мог оказаться я. До сих пор об этом думаю. В турне всегда чувствуешь себя каким-то защищенным, ты уверен, что ничего плохого случиться просто не может. Это же рок-н-ролл, тут никто не умирает. Но это не так, оказалось, что умирают, вот ведь что страшно. Мы никогда не были трезвенниками, поэтому приехали в гостиницу и стали пить, пить и еще раз пить. Я помню, что проснулся в 4 часа утра, потому что услышал, как на улице громко кричит пьяный Джеймс. Клифф! Клифф! Где ты? Клифф! Клифф, где ты? Когда я это услышал, тут же просто расплакался на взрыв. Уже через несколько часов о смерти Клиффа узнали все истинные поклонники Металлики у нее на родине. Одним из таких поклонников был басист группы Плотсом и Джетсон, Джейсон Юстер. Я помню, что у меня слезы падали на газетную заметку о том, что в Швеции погиб 24-летний басист группы Металлика Клифф Бертон. Я буквально чуть сознание не потерял. Ларс, Джеймс и Кирк вернулись в Сан-Франциско, чтобы принять участие в похоронах своего друга и товарища по группе. После той трагедии управление группой полностью взял на себя Ларс. Что бы там ни говорили, без Ларса Ульвиха эта группа никогда бы не стала тем, чем она сегодня является. Через месяц группу ждали с концертами в Японии. Время поджимало, и Металлика срочно начала прослушать в Сан-Франциско басистов. Претендентов было 40 человек. Помню, что все эти прослушивания проходили в очень нехорошей атмосфере, потому что мы весь этот месяц пили, не переставая. Конечно, мы же до сих пор скорбили по клипу. Мы прослушали довольно большое количество музыкантов, в их числе был, кстати, Лес Клейпл из Кримуса. Ларс сразу сказал, слушай, ты ведь такую музыку никогда не играл, правильно? Я стал шутить и говорю, начо, ребята, может тогда что-нибудь из Айзли Бразерс с бацаем, но никто над этой шуткой не засмеялся. Для нас он был слишком хорош, мы решили, что у парня своя группа не будем ему мешать. Они мне так и не позвонили, я плакал, ревел, как маленькая девочка. Заходил какой-нибудь парень, который выглядел не так, как надо, включал бас, 20 секунд, бумкал, и все, следующий. Прием был очень холодным, атмосфера мрачная, я дрожал, как осиновый лист. А вот Джейсон, решили мы, это то, что надо. Может и не совсем то по стилю, но у него была именно та энергия, которую мы искали. Мы сели, обсудили, решили, что он нам подходит, и пригласили его в бар у Томми. Это заведение в Сан-Франциско, в котором мы часто зависали. Сели, стали есть, потом мы с Ларсом ушли в туалет, и там, типа, давай, в общем, сейчас выйдем и скажем ему о нашем решении. Ларс выходит и говорит, ну что, работа нужна? Я говорю, ну, нужна как будто. Ладно, говорит, будешь техником у нашего басиста. Что за херня, чувак? Да ладно, ладно, шучу, можешь считать, что ты наш новый басист. Тут я как заорал. Джейсон вскакивает на стол, крутит сальто и все такое. Покойно, говорим, старичок, не так бурно. В общем, вот так вот. Но вот вскоре началась дедовщина. Жизнь моему устроили, конечно, тяжелую. Почему? Да потому что не хотели, чтобы это выглядело так, как будто он просто пришел, как ни в чем не бывало, на все готовенькое. А потом у нас начался сложный период. Время, когда к нам вернулась реальность, и мы как с цепи сорвались. Все эмоции вылились наружу. Мне очень неприятно это говорить, но Джейсон превратился в козла отпущения за всю эту трагическую утрату, которую мы понесли, за смерть Клиффа. Вместе с призраком Клиффа Бертона, парившим над группой, осенью 1986 года Металлика отправилась на гастроли в Японию. Однако приход нового басиста в коллектив оказался тяжелым и для группы, и для самого басиста. Мы все старались определить момент, когда же он наконец вскипит, сколько он может выдержать. Мы рассказывали всем, что он голубой, заходили в бар, угощали всех посетителей, а счет выставляли на Джейсона. Вечером мы пошли в суши-бар, и они мне говорят, Джейсон, съешь скорее вот эту зелененькую штучку, это просто объедение, это не про васаби. Но я не знал и набил полный рот. Он наступал практически на каждую нашу мину, которую мы ему подкладывали, попадался в каждую ловушку, и все это дело, ситуация только еще более забавная. Полюбить нас, это значит принять нас такими, какие мы есть, а это очень непросто. Все думают, классный парень, как он шикарно отыграл концерт, все это так, с одной стороны, но с другой стороны, вы только представьте себе, какое огромное количество старого музыкального багажа этой группы ему пришлось перелопатить, да плюс еще тащить обычный багаж трех остальных участников. До сих пор, скорбя по покойному Клиффу Бёртона, Металлика нашла выход для своего гнева и ярости в звукозаписывающей студии. Их альбом «And Justice for All», записанный в силе жесткого, прогрессивного, мрачного хэви-металла, объявил о том, что американская мечта умерла, и был восторженно принят всеми фанатами металла. Металлика дала реальную возможность поклонникам тяжелого рока почувствовать, что они являются частью чего-то, что они — это часть одного целого, одной большой армии. Фанаты стали целиком и полностью включаться в это большое действие, они отражали весь этот грохот и рев и посылали их обратно нам. Иногда они шумели громче, чем наши динамики. Они выходили из концертного зала в 4 часа утра, на улице их ждали фанаты, которые не расходились, и металликовцы, невзирая на усталость, общались с каждым из фанатов и раздавали всем автографы. Это очень внимательные и благодарные музыканты, фанаты это знают и всегда ценят. Наша четверка была обыкновенной группой любителей тяжелой музыки, которые собрались вместе и начали играть. Мы сами могли спокойно оказаться на нашем месте. В октябре 1990 года Металлика вновь пошла в студию, чтобы вместе с продюсером Бобом Роком записать свой пятый альбом. Я был на их концерте и был немало поражен, как мощно они звучат. Он сказал, поймите, ребята, вы ведь еще так и не запечатлели в записи то, на что вы действительно способны. Я хотел, чтобы они зазвучали еще лучше, для того, чтобы их аудитория стала шире, чтобы больше народу стало врубаться в Металлику. Процесс записи альбома занял около 10 месяцев и стоил музыкантам порядка миллиона долларов. Творческие разногласия и личностные конфликты здорово осложняли и без того издурительную студийную работу. В течение всей этой записи мы были жутко упертыми и несговорчивыми, и неприступными касательно нашей музыки. В результате возникло просто невероятное напряжение. Мы стали забывать, что мы вообще-то пришли сюда делать и записывать музыку. К тому времени, как альбом был записан, трое из нашей четверки развелись. Но, оставшись в живых после всех этих творческих беспорядков, Металлика стала лучше и сильнее. В августе 1991 года группа выпустила свой пятый альбом под названием «Металлика». Спорное оформление альбома только лишь усилило то, что группа всегда считала своей этикой. Жить только по правилам, называющимся «Металлика». Черный конверт, черный логотип и отсутствие любых объяснений всего этого. Вот сейчас мы спросим у известной группы, чей альбом называется «Черный альбом», альбом «Черный». Откуда взялась такая мысль сделать весь альбом черным? Отвечайте, представители группы «Металлика». «Черный альбом» занял первое место в билбордовских чартах и в течение двух недель стал дважды платиновым. В дальнейшем альбом будет продан во всем мире в количестве 18 миллионов экземпляров и будет способствовать тому, что мейнстримовская аудитория станет больше увлекаться таким бескомпромиссным стилем, как хэви-метал. Когда выпускаешь альбом, который не остается незамеченным, у тебя появляется прекрасная возможность устраивать все новые и новые турне в поддержку этого альбома. Все это превратилось главным образом в какие-то новые испытания для нас. Мы — «Металлика», мы отправимся в турне на два года, мы это выдержим. В течение следующих двух с половиной лет «Металлика» безостановочно гастролировала и дала по всему миру более 300 концертов. Несомненно, что они известны как группа, которая все время гастролирует, они постоянно в гастролях, они настоящие рабочие лошадки, всегда в турне, всегда в дороге. С самого первого дня это было именно то, чем мы привлекли к себе столько фанатов — выступлениями вживую. Мы просто обязаны были полюбить концертную деятельность. Во время этих супердлительных гастролей группа сделала остановку в Москве, чтобы сыграть перед полумиллионной аудиторией российских поклонников рок-н-ролла. Русские ребята подбегали к нам, обнимали нас и кричали «Мы любим «Металлику», мы ждали вас всю жизнь». От них исходила такая энергия, что это просто не описать. Однако в бурные перестроечные времена энтузиазм фанатов вплотную столкнулся с жестокостью правительственных правоохранительных органов. Насилие выплеснулось наружу. Военные откровенно избивали фанатов, сбивали с ног, запинывали и колотили дубинками. Эти ребята в форме абсолютно не понимали, что значит выход фанатской энергии на рок-концерте. Они не понимали всего этого. Во время выступления группа была не в курсе того, что в зрительской толпе творится настоящий ад. Однако, когда музыка прекратилась и «Металлика» узнала о всей этой жестокости, музыканты были натурально шокированы. По-моему, было избито порядка 200 человек, 11 человек до потери сознания. Людей просто забивали как скот. Весной 92-го года «Металлика» запланировала, что летом они проведут большое совместное турне с группой «Ганс энд Роузис». У нас появилась мысль устроить большие концертные выступления на стадионах по всей Америке двух самых знаменитых хард-роковых групп. Два рок-монстра на одной афише. Я всегда испытывал большое трепетное уважение перед «Ганс энд Роузис», перед непредсказуемыми и опасными группами. Тем летом мы научились многому, особенно тому, что не нужно делать в рок-группе. Из-за проблем с наркотиками у фронтмена «Ганс энд Роузис» данная турне была подпорчена постоянными отменами концертов и всевозможными изменениями в последнюю минуту. Наконец, 8 августа 92-го года, когда две группы давали концерт в Монреале, на Олимпийском стадионе случилась настоящая двойная катастрофа. Наиграли тему «Fade to Black». Я играю, и вокруг меня в разных местах взрываются разноцветные пиротехнические заряды. И тут я начинаю теряться. Где же мне нужно стоять? Я прохожу вперед, отступаю назад. Вспышки магниевой пудры. Не знаю, какая у них там температура, 650, 1000. Не разбираюсь. Знаю только, что такой вспышкой можно расплавить металл. В общем, пиротехник не видит, что я отошел, и все. Стол к ламени вспыхивает у меня прямо под ногами. Я инстинктивно зажмуриваюсь и отворачиваюсь. Джеймс Хэтфилд был похож на факел в руке спортсмена, поднимающегося по лестнице, чтобы зажечь олимпийский огонь. Мне обжигают всю руку, всю кисть, до костей. Часть лица, часть спины, волосы сгорают. Я кричу «Как ты?» Он смотрит на меня, трясется весь. Я вижу, как у него кожа на руке вспучивается пузырями. Прямо у меня на глазах. Выбегает какой-то мужик, обливает его водой, закрывает его. На мгновение было облегчение, потом я посмотрел на руку и увидел, что вся она просто... В общем, все плохо. Но в полном замешательстве. Плюс добавьте сюда полное непонимание всего со стороны 50-тысячной толпы зрителей. А ведь это Монреале. Все говорят только на французском. Мы пытаемся объяснить, что нам нужно в больницу. А не больница? Да, да, конечно! Его кожа покрывается пузырями, как у героя фильма «Ядовитый мститель». В общем, они вызывают скорую, а тут рядом охрана везде шатается, и один из охранников задевает меня за больную руку. Тут я псвыл, перестал что-либо соображать, и заехал ему прямо по яйцам. Сразу мелькнула мысль «Боже мой, все, конец, нашей группы больше нет». Ларс выходит на сцену, чтобы успокоить стревоженную и возбужденную толпу. Произошел несчастный случай из-за пиротехнического заряда. К сожалению, мы не сможем продолжать концерт. Джеймса Хэтферда сейчас везут в больницу. Так больно мне еще никогда не было. Я был в ужасе. Страшный испуг. Как мы будем продолжать? Мы привезли его в операционную, пришли врачи-медсестры, срезали у него с пальцев кольца. Пальцы все разбухли. Жуткое зрелище. Боли были просто мучительные, плюс страх за будущее, в котором он теперь был совершенно не уверен. Его первой мыслью было «Нужно подобрать мне замену, чтобы продолжать турне». Джеймс получил ожоги второй и третьей степени левой руки и обеих кистей. Он шагнул в трехметровый 1800-градусный стол в пламени и остался жив. Его будущее в группе «Металлика» теперь находилось под большим вопросом, в лучшем случае. Тем временем на Олимпийском стадионе зрительская толпа напряженно ждала, когда же на сцену выйдут «Ганс энд Роузис». «Ганс энд Роузис» смогли спокойно выйти на сцену и спасти ситуацию, отыграв трехчасовой сет-лист. Однако они этого не сделали. Эксел увел всю группу со сцены, после чего весь ад вырвался наружу. Далее. Неудовлетворение, превратившееся в разрушение в Монреале. Люди стали врываться в помещение концертного зала и крушить все на своем пути. Переворачивать полицейские машины и поджигать все внутри. Далее «Металлика» укорачивает свой имидж, но остается такой же жесткой. Суть «Металлики» в музыке, а не в длине наших волос. Программа «По ту сторону музыки» продолжается. Мы обещаем вам только одно. Вы знаете, что «Металлика» всегда держит свое слово. Мы обязательно вернемся сюда еще раз и закончим этот концерт. Подождите буквально пару месяцев, мы приедем к вам снова. Извините, что так получилось. Извините, хорошо? Он что-то сказал в микрофон, потом бросил его и быстро ушел со сцены. Эксел не хотел, чтобы кто-то выглядел на сцене лучше, чем он. После этого весь ад вырвался наружу. Фанаты пришли в ярость. Стали переворачивать полицейские машины, драться с полицией и поджигать все внутри. Люди стали врываться в помещение концертного зала и крушить все на своем пути. Подожгли несколько машин, кого-то здорово избили. Мы не могли даже выйти из здания. Я понимаю, что себя поджег, а он решил обойти меня таким способом. Мы пошли к ним в раздевалку, а они ведут себя так, как будто ничего не случилось. Эксел спокойно сидит на стуле, в одной руке у него сигарета, в другой бокал шампанского. У меня, говорит, проблемы с голосом. Да что ж ты куришь и пьешь, если у тебя проблемы с голосом? Это напомнило мне историю про токах. Нерон приказал поджечь рим, а сам стоял и спокойно играл на скрипочке. Оказалось, что нам не стоило рассчитывать на Эксела и на его отношение к делу. Мы научились тому, что не нужно делать. А вообще забавно, как история распорядилась обеими группами. Она начисто стерла Эксела Роуза, одного из величайших франкменов рок-музыки за последние 20 лет. А Металлика, между тем, продолжает выступать по всему миру и собирать бесчисленные толпы фанатов, выпускать диски, каждый из которых становится платиновым. Они Лед Зепплин своего поколения. Выйдя из больницы на следующий день после монреальских беспорядков, Хэтфилл начал ежедневный полуторачасовой болезненный ритал восстановительных физпроцедур. Пройдет еще несколько недель, прежде чем он сможет сжать руку в кулак, не говоря уже о том, чтобы играть на гитаре. Нас этот инцидент не сломал. Чтобы остановить Металлику, требуется нечто гораздо более значительное. У нас есть друг, который смог меня подменить. Ведь я по-прежнему мог. В те дни он еще не был до конца уверен, сможет ли он снова играть на гитаре. Джон Маршалл не раз выступал в роли нашего спасителя, так что запомните, если вы дорожный техник в группе, выучите репертуар этой группы. Может, вам придется еще на сцене с ними играть. У него была огромная мотивация, как можно быстрее вылечиться. Джеймс из тех, кто не любит подводить людей. Мы всегда очень зависели и зависим от Джеймса, как группа и чисто по-человечески. Я всегда был нацелен на игру, на выступление. Это моя жизнь, и я буду продолжать в том же духе, несмотря ни на что. После двух с половиной лет непрекращающейся концертной деятельности, летом 1994 года музыканты Металлики договорились о том, что они делают перерыв в своей музыкальной работе и берут длительный отпуск с открытой конечной датой. Кирк занялся изучением кино и восточных искусств в Сан-Франциско. Ларс стал нырять с аквалангом и с головой ушел в свое увлечение живописью. Джейсон увлекся созданием всевозможных музыкальных проектов, ну а Джеймс занялся своими хобби. Есть безопасные хобби на вроде охоты, есть гоночные мотоциклы, сноубординг, серфинг. У меня много таких достаточно рискованных увлечений на свежем воздухе. Я их обожаю, ради них и живу. Когда группа вновь воссоединилась в конце 1995 года, Металлика стала еще сильнее, чем раньше. Собравшись в студии, музыканты почувствовали прилив свежих сил и ощутили новый дух сотрудничества. Это было настоящее коллективное творчество, взаимопонимание и полное внимание к чужим идеям и предложениям. Давайте отпустим вожжи, расслабимся и дадим возможности Джейсону и Кирку играть то, что хочется им самим, вместо того, чтобы стоять сзади, хлопать по плечу, грозить пальчиком и говорить, «Ты играешь не ту ноту, эту ноту я для тебя не писал». Такой костный подход был уже не наш вариант. Далее, Металлика вновь отправляется в дорогу. На этом этапе нам уже можно сказать, дали карт-бланш. Мы могли ехать куда угодно и выступать, где захотим. Такая свобода, это просто супер клево. Реакция фанатов на новую, улучшенную Металлику была такая – «Продались!» Да, верно, продались. Мы всегда продаемся, в любом месте, где выступаем, и на каждом концерте. Программа «Поцу сторону музыки» продолжается. В июне 1996 года Металлика выпускает свой первый за последние пять лет альбом. Хотя «Лоуд», так называется новая работа группы, попадает на первую строчку билбордовских чартов, на музыкантов неожиданно обрушивается шквал критики. Я вполне могу понять того парня, у которого дома висит наша фотография образца 1991 года с черного альбома. Он смотрит на нее и думает «Вот это моя Металлика». А потом, через пять лет, он видит очередную нашу фотографию с нового альбома, на обложке которого изображена сперма. А на обратной стороне обложки сидят стриженные ребята в костюмах кубинских сутенеров, попивают мартини и затягиваются кубинскими сигарами. Вполне логично, что возникает вопрос «Это кто вообще такие?» «Это же не Металлика, я вообще этих мужчин не узнаю». Я помню, как мы давали акустический концерт в Нью-Йорке, и тут вдруг из-за кулис появляется эта четверка, и у всех короткие волосы. Честно говоря, было довольно смешно. Майк потом написал на своей басухе что-то там про друзей, которые не разрешают своим друзьям состригать волосы, чтобы те не выглядели как парни-фотомодели из журнала GQ. Суть Металлики в музыке, а не в длине наших волос. Слово «продались» мы слышим уже очень давно. Сегодня я перенимаю все это с удовольствием. Берите то, что у вас есть, и подходите ко мне. Да, верно, «продались». Мы всегда продаемся, в любом месте, где выступаем, и на каждом концерте. Сегодня, спустя почти 20 лет после того, как музыканты начали играть вместе, они абсолютно не показывают того, что собираются сбавлять обороты. Выпустив в 98-м году свой седьмой альбом «Reload», группа принялась снова делать то, что им нравится делать больше всего — выступать вживую. Прежде всего, это то, что я имею возможность играть вместе с «Тройкой» одних из самых величайших музыкантов в мире, с которыми мне приходилось играть для своей жизни. Плюс видеть лица наших фанатов на концертах, когда мы играем свои самые известные песни, и подпитываться энергией, которая исходит от толпы наших слушателей. Это что-то совершенно потрясающее. Ведь именно то, что мы отдаем нашим фанатам во время выступления, и заставляет нас снова и снова вернуться на сцену и играть новые концерты. Надеюсь, что так оно и будет продолжаться. Мне думается, что если следующие 10 или 20 лет мы сможем продолжать в том же духе, если мы сумеем бросать вызов и себе, и нашей фанатской аудитории, это и будет самое большое достижение группы «Металлика». Мы можем играть где угодно и когда угодно. Как я уже говорил, такая свобода — это просто суперклёво. Пока что нет никаких признаков того, что что-то может нас остановить. Мы будем продолжать то, что начали. Я уже сказал, что «Металлика» — это наша семья. И что там будет дальше, мы сами ещё наверняка не знаем. Вот, собственно, и всё.